Здравствуйте, я Ирина Корабьина. Вы смотрите программу Архитектурная галерея. Сегодня мы обсудим грандиозный суперпроект последнего времени – деловой центр Москва-Сити. По мнению городских властей, он должен стать символом столицы третьего тысячелетия и приблизить нас к мировой цивилизации. Попробуем понять, каковы реальные перспективы сегодня реализации этой амбициозной затеи. Удивительный все-таки город Москва. В самом ее центре, по соседству с Белым домом, до недавнего времени существовала огромная бесхозная и труднопроходимая территория в 100 гектаров. Бесценная земля пропадала под складами, гаражами и разъездными путями окружной железной дороги. Уныние и запустение. Криминогенная обстановка. Вот эту так называемую зону отчуждения московские власти и решили оживить строительством суперсовременного делового центра. История эта давняя. Еще в генплане Москвы 1971 года территория от знаменитой трехгорной мануфактуры и платформы Тестовская до Москварики была зарезервирована под общегородской деловой центр. Частичное освоение этой земли началось еще в 73 году. Тогда по проекту Бориса Тхора был построен Краснопрестенский международный выставочный комплекс. А в конце 80-х Тхор предложил концепцию центра Москва-Сити. Такой город в городе для бизнеса и бизнесменов. Наподобие нью-йоркского Манхэттена или парижского Дефанса. Национальную специфику нашего Сити был призван подчеркнуть 115-этажный небоскреб «Россия». Предполагается, что Сити разрешит и транспортные проблемы не только за камер-коллежским валом, но и в масштабах всей столицы. С нуля здесь планируется создать разветвленную сеть наземных и подземных автодорог, которая свяжет оторванную огромную территорию с городом, скоростную трассу Шереметьево, мини-метро и пути от Евровокзала. Сам проект утвержден правительством в марте 1991 года. Но, к сожалению, территорию освободить так быстро, как в первоначале намечалось, не удалось. Из-за этого в пределах Садового кольца неожиданно появились более высокие здания, там, где мы даже как бы и не предполагали. Все это могло быть сконцентрировано здесь. Если бы город был бы готов к своей инфраструктуре и имел бы уже построенные метрополитены, коммуникации и дороги. Сити – это многофункциональная программа. Такова суть Сити. Такова и архитектура. Какой будет реальная архитектура будущего Сити, существующего пока в Махите, не слишком понятно. Но пешеходный мост Багратион, самая короткая связь между городским центром и будущим деловым, уже стоит. Значит, процесс пошел. Проблема в том, что на самом начальном этапе роль Сити подвергается сомнению. Новая концентрация деловых структур, возможно, станет поводом для дополнительных транспортных потоков через центр, что, понятно, не способствует его разгрузке. Есть опасения, что с окончанием рабочего дня Сити будет похож скорее на город мертвых, как сегодня Новокировский проспект. Тем не менее, расчистка территории завершилась. Начались первые строительные работы и, как полагаются, первые торжества. В декабре 1995 года заложили камень в честь Сити. В феврале 1998 года памятный знак в честь начала строительства нового многофункционального комплекса и вскоре залили последний куб бетона. Последний куб бетона – это, значит, этап, после которого начинается создание уже самой инженерной системы. Несмотря на трудности, она, наверное, самая правильная – не плакать, не рыдать, не растирать слезы и еще какие-то элементы жидкости по лицу, а вкалывать, работать, зарабатывать деньги. Надо находить эти источники, а распределять, как говорит Рессин, и дурак может. Слова мэра, конечно, подбадривают. Однако осенний кризис окончательно усугубил проблемы грандиозного по финансовым затратам проекта Сити, воплощение которого без зарубежных инвесторов нереально. После 17 августа спрос на офисные помещения резко упал. Энтузиазм инвесторов, понятно, ослаб. А в душе архитекторов и сторонних наблюдателей и подавно закрались сомнения. Чем создать привлекательность для этого места, кроме тех, кто вынужденно там будет работать, сейчас трудно сказать, как жизнь повернется. Я сомневаюсь, что это будет дефанс, который сформировался по парижскому принципу ступенями, и каждая следующая ступень подтверждала, что предыдущее решение было верным. Здесь вопросов очень много. Станет ли это московским дефансом? Думаю, что нет. Реальное место, где можно было развернуться с высотами, с плотностями, одновременно это было бы крайне престижно и, безусловно, гораздо легче было бы собирать инвестиции, это, на мой взгляд, территория Хадынки. Никому не нужен, честно говоря, Хадынский аэродром. Вот если бы там сделать Москва у Сити, я думаю, что проблема с привлечением инвестиций была бы гораздо проще решена. И туда и транспорт не надо подтягивать. Сегодня мы отправляемся в гости к главному архитектору Сити Борису Тхору. Необычная прическа, огненный взгляд и экстремизм модерниста-шестидесятника сделали его фигурой легендарной. Нередко он вызывал шквальную критику молодых постмодернистов и престарелых защитников исторических традиций. Но сегодня, когда историзм дискредитировал себя и превратился в новую эклектику, модернистская позиция вновь стала актуальна. На днях Борису Ивановичу исполнилось 70 лет. Мы поздравляем его с замечательным юбилеем и с тем, что он совпал с периодом новой творческой востребованности. Мне один художник сказал в 43-м, в 44-м году, говорит, Борис Иванович, зачем вам идти в живопись, вы увлекаетесь живописью, скульптурой. Посмотрите, какая благородная профессия архитектор. Вот он сподвигнул меня на то, чтобы практически написать это письмо, и потом мы с Порисом Михайловичем вспоминали, очень долго было это письмо, где он нашел, его не нашел. Но это был толчок для того, чтобы отдаться, как тогда уже это было ясно, в таком всеохватывающем искусстве. Борис Иванович Тхор родился в 1929 году в станице Новоясинской Краснодарского края в казацкой семье. До 43-го года вместе с родителями и сестрой жил в Сталинграде. Позднее, в школьные годы, подрабатывал художником-оформителем. Тогда же, преисполненный твердым желанием стать архитектором, написал письмо в Москву, Борису и Афану. В 1946 году приехал в столицу и поступил в архитектурный институт. По окончании мархи он участвует в проектировании Новоарбатского моста, затем Нового Арбата и Дворца съездов. Среди его проектов детальная планировка центра столицы, спорткомплекс Олимпийский на проспекте Мира. За него Тхор получил Ленинскую премию. И многое другое. За 50 лет с небольшим Москва такое стало грандиозной. Так ее разметало на огромной территории. Она такая неповторимо красивая. Скажите, а вот вы себе поставили какую-то задачу? Вот я в этом городе сыграю какую-то роль? Амбиции было мало. С другой стороны, мечта о такой всеобщем благоденствии и мечта о прекрасной архитектуре, которая возрождалась на разрушенной земле. К этой архитектуре, которая появилась за последние 10 лет, как вы к этому относитесь? Это очень сложно. В этой архитектуре слишком много навязано вкуса тех, кто стал вдруг неожиданно хозяином и потребителем, сказал, я хочу. Есть у вас миссия в этом городе? Есть ваше предназначение? Видите вы его? Слушай, а зачем такая фатальность? Это неправильно. Нельзя равнодушно работать. Вот Россия. Если вот на фоне этого наследуют традиции, вот этих вертикалей, но которые не общину маленькую держат, а вот такое, что все общество объединяет, вот тогда и будет будущее. Мы прощаемся с Борисом Ивановичем и с вами ровно на неделю. Ждем вас в следующую субботу в архитектурной галерее. До свидания. До свидания. До свидания.